Накажите брата. Ну вот я об этом и говорю сейчас. Будет сердце камень, значит, если вы неправильные поступки будете совершать, значит, будет камень. Жалость это не всегда правильное чувство. Иногда нужно строгость проявлять, а не жалость. Вы можете спокойно сейчас прямо это сделать. Вы можете начать аскезу, неподвижное положение тела, молитва. И в какой-то момент, видите, у вас сейчас отчаяние в сердце по поводу того, что было. Это отчаяние означает просто объём работы. Неподвижное положение тела, молитва, слушать тех, кто молится, молитесь вместе с ними. Приходит спокойствие в сердце. А потом, дальше вам надо просто сказать. Возьмите то, что вы сделали другому. То есть мне назад. И вы почувствуете сильное облегчение в сердце. А в это время у них будет проблема. Вина есть, агрессия из-за того, что вина есть. Надо молиться и сдерживать натиск внутренний. Молиться просто, принимать наказание. Вернуть. Я не знаю, что вернуть. Вернуть не всё можно. Жизнь не вернёшь. Власть тоже не всегда. Ну то есть нужно просто облегчить сердце сейчас. Просто облегчить. Есть два пути облегчения сердца. Это путь любви и самопожертвования. Это очень сильный путь. Но он, это путь очень сильных и возвышенных людей. То есть это путь долгий, понимаете. Можно любого грешника просто сделать святым. Благодаря этому пути. Так поступал Иоанн Креститель и так далее. Понимаете. Ну то есть есть примеры. Серафима Саровского там зарубали, он молился как бы и вернул их на правильный путь. Кто-то погиб, не захотел идти, кто-то вернулся. Ну понимаете, но не всегда человек способен на этот путь. Если у человека такая сила есть, можно это делать. Но если нет этой силы, я говорю, пусть попроще. Просто видите, агрессор, агрессор. Можете аскезы просто остановить агрессию, потому что всегда есть санкции на эту агрессию. А на санкции это идет через вашу слабость. То есть всегда, когда человек слабее, менее аскетичен по отношению к кому-то, тот может на него нажать. Но если вы аскезу как бы совершаете свою, и тот человек агрессирует, в какой-то момент в вашем сердце появится спокойствие, чувствует, что он уже не может с вами ничего сделать. А потом вы почувствуете облегчение, и вместе с ним узнаете, что этот человек не поменяет свой путь, если его никто не накажет. Так, помогите ему. Скажите, получи то, чего хочешь. И сразу же он начнет это получать. Что? Мож агрессора означает жить отдельно, молиться, ставить условия. Я не говорю это про мужа. Люди агрессируют в семье, потому что они находятся на эмоциях. Мы не говорим сейчас про мужа, мы говорим про фашистов, говорим про рейдеров всяких там, про людей, которые потеряли совесть и просто издеваются над окружающими. Но муж теряет совесть, значит, надо жить отдельно, ставить условия. Если вы хотите как бы мужу испортить жизнь, то для этого не надо даже, понимаете, аскизы совершать. Вот муж как бы вас бросил, у вас дети, да? Насилие живите отдельно, ставьте условия. Если все тихо, спокойно. Вы сейчас над сезалом совершаете насилие. Не даете лекцию читать. Итак, если муж бросил, у вас несколько детей, вы можете просто в сердце сказать. Мой хороший, получи то, что заслужил. У вас есть один вариант мучиться, страдать, почему ты меня бросил. И он будет наглеть дальше. А есть второй вариант. Просто достать духом и сказать. Ну получи же то, что ты хочешь. Вот, и он сразу получит то, что он хочет. Потому что ваш аскез заключается в том, что вы тянете на себе. Его греют, понимаете? То есть он наплодил детей, ответственность нести не хочет. Воспитывать их не хочет, жить с ними не хочет. Так скажите просто в своем сердце. Ты будешь наказан за это. И он будет наказан. Все. Вам станет легче. Понятно, да? Все очень просто. Когда человек что-то в сердце говорит. Классно вы сказали. Правильно. Если вы можете так сделать, то простите. Все. Вы можете? Я говорю сейчас об облегчении сердца. Вот представьте, человек бросил, ты живешь пять лет. И у тебя на сердце камень. Замуж выйти не можешь. Дети страдают все. И на сердце камень почему? Потому что ты чувствуешь несправедливость. Что делать? Ваш совет. Это факт. Я с этим согласен. Мужчина совершил насилие. Дальше что делать? Что с ним делать? С этим человеком? Простить. Понимаете? Тяжелый поступок. Если молиться, то прощайся. Она хорошая. Это вы все правильно говорите. Я и говорю. Это путь святых. Вот все, что вы сказали, правильно. Делайте так. Простите мне. Молитесь сейчас, чтобы я прозрел. Вы простите мне. Понимаете? Вы сейчас мне не прощаете. Нет. Вы не даете мне слово сказать. Вы мне простите. Простите. Вы видите, что я неправильно делаю. Простите мне сейчас. Вы не можете. Вы видите, продолжаете говорить. Вы мне простые вещи простить не можете. А сейчас хотите, чтобы человек простил непростые вещи. Бывает, женщину бросают с несколькими детьми. И она без пропитания живет, потом голодает. И она говорит, за что? Она молится. У нее остается вот это чувство несправедливости. Об этом говорю. И если ты хочешь облегчить это чувство себе, просто скажи, все, я больше не могу. Пускай получит то, что он заслужил. И вам станет легче. Не согласны? Делайте, как вы считаете нужным. И это правильно. Но я говорю о тех, кто не может это сделать. Что им жить с камнем на сердце? Умирать с этим камнем? Что делать человеку? Ваш совет. Ваш совет. Моя хорошая, наказывать человека – это не эгоизм. Это очень хорошая вещь. Мы имеем право от Бога наказывать. Понимаете? Мы имеем это право. И вы наказываете своих детей. Вы наказываете своих близких друзей. Наказывать право у человека есть. И если человек не наказывает, то этот человек продолжает совершать гнусные поступки до тех пор, пока его кто-то не накажет. И вот это вот чувство в сердце камня, которое человек испытывает от того, что он позволил безнаказанно жить тому, кто живет безнаказанно, будет продолжаться, пока вы его не накажете. Или пока, вот то, что сказала эта женщина, она абсолютно права, вы в своем сердце не отмолите этого человека. Вот еще раз повторяю, это путь отмаливания, это путь целой жизни. И если вы действительно сможете так сделать, над вами загорится ним святости, понимаете? Я говорю, что этот путь однозначно есть. И говорить, что это единственный путь, это означает обрекать некоторых людей на поражение, потому что некоторые люди не способны на такую молитву, понимаете? И видеть, как этот человек продолжает, как бы бесчинствовать перед твоей жизнью и молиться дальше, не всегда правильно. Понимаете? Потому что иногда правильно все просто взять и наказать. Никакого эгоизма в этом нет, поверьте мне. Эгоизм, когда ты упрямишься, вот это эгоизм. А если ты просто делаешь то, что хочет Бог, разве это эгоизм? Бог хочет, чтобы ты его наказала. Накажи. Человеку надо объяснить. Человеку надо объяснить. Вот, допустим, человек изменил. Надо сразу дистанцию от него дистанцироваться и ставить условия совместной жизни. Опять это наказание. Или изменил, молимся, изменяй дальше. Молимся, изменяй дальше, нет проблем. Я просто молюсь. А он издевается дальше. Я молюсь, он издевается. Я молюсь, он издевается. Может быть, здесь нужно что-то другое сделать? Надо шевелить мозгами? А? Как? Конечно, есть хорошие, однозначно. Мы сейчас говорим про камень сердца. Хорошие мужчины камень сердца не делают. Мои хорошие, вы слишком много кричите из зала. Давайте успокаивайтесь, вы мне не даете читать лекцию. Хорошие мужчины. И женщины. Итак, со всеми согласен, есть хорошие мужчины. Мы сегодня говорим про плохих. Ну, хороших, вот так вот много хороших мужчин. Сегодня будем про плохих говорить. Потому что хорошие мужчины камень сердца не делают. Итак, мы с вами изучаем тему, да? Вот, допустим, отнимают фирму, мы молимся за них, да? Они у нас отняли фирму, посадили нас в тюрьму, мы молимся за них. А может, люди не хотят выбрать этот путь. Какой есть вариант? Проявить твердость духа и наказать. Допустим, враг идет на родину, мы молимся за него. Он нас расстреливает, мы молимся за него. Есть второй вариант. Проявить твердость духа и наказать. Итак, есть два варианта, запомните это. Если вы монах, выбирайте только один. Пускай вас прибьют, и это будет мученическая смерть, и у вас будет нимб над головой. Вы достигнете освобождения, Бог вас возьмет в себе. Но если вы не монах, идите защищайте родину. Можете наказать человека за его подлость. Никто не запрещает. Это хороший путь, еще раз повторяю. Потому что в современной культуре люди начинают становиться мягкотелыми и думают, что наказание неуместно. И дети в результате безнаказанными вырастают, становятся садистами, понимаете? Безнаказанный человек разрушает все вокруг. Наказание — это вид любви. Это не является жестокостью, эгоизмом. Часто люди наказывают. Вот, кстати, насчет наказания. Наказывать надо всегда с добрым сердцем. Злобы здесь не должно быть. То есть, если ты спокойно, ровно к человеку относишься, чувствуешь, что он агрессирует, продолжает агрессировать, здесь нужно вернуть назад. Что вернуть? Его назад вернуть. Ты же ему не говоришь, что ты сдал. Вот. Понимаете? То есть, злобы не надо проявлять. Нужно проявлять доброту. Вот он агрессирует. Отдай ему назад то, что он делает. Все. Пускай поучится своими поступками. Назад. Все, что он делает, верни ему назад. А? Злоба не нужна. Злоба — это вот как раз то, что женщина говорит. Злоба — это неправильно. Злоба — это проявление эгоизма. Но есть, кроме злобы, еще что-то. Это определенный вид любви, который называется строгость. И мы про него забыли. Вот этот вид любви, строгость, это когда ты вытерпел человека, ты как бы совершаешь эскизы, вытерпел человека. И видишь, ты по-доброму к нему относишься, а он не хочет меняться. Отдай ему то, что ему положено. Пускай он перестанет агрессировать. Услышали меня? Женщина, вы меня услышали или нет? Услышали? Вам не кажется, что вы сейчас немножко проявляете эгоизм? Потому что вы меня слушать не хотите. Вот, спасибо вам. Видите, мы начали сотрудничать. Ладно, мои хорошие, движемся дальше. Видите, тема тяжелая, да? Все как бы начинают ругаться из зала на меня. Это значит, чувства пошли активизироваться. Движемся дальше. Ну, вы меня пожалеете, ладно? Я один, вас же много. Если вы сейчас все на меня наброситесь, я стул продавлю. Все, мои хорошие, все, я читаю лекцию, все, достаточно уже. Итак, не нравится, просто мы можем вам вернуть деньги, прямо идите сейчас, лекции, и все. Если нравится, терпите меня. Тема сложная, я пытаюсь ее раскрыть. Еще раз, да? Вы поняли, что есть два пути всегда. Один путь, это путь жертвы, настоящий. В этом пути человек не должен быть унижен. Если у него есть сила духа молиться и оставаться в твердости внутренней, он может жить несправедливость своей молитвой. Но если это не бывает, что это не твой путь, понимаете? Вот, допустим, у солдата другой путь, он должен наказать врага, понимаете? Он должен сражаться или погибнуть, или уничтожить противника, понимаете? То есть есть другой путь, не то, что бывает только один путь. Вот какой путь должна выбрать жена по отношению к мужу, который изменил? Надо жить отдельно, ставить условия и молиться за то, чтобы он пришел в себя. Вот этот путь, который сказала женщина, очень правильный в этом случае, понимаете? И ваше, именно жить раздельно является наказанием, понимаете? Наказанием не сказать, ах, ты изменил, ну, да. Я об этом вас не прошу, я прошу об агрессоре, понимаете? Человек поджигает ваш дом, насилует вашу жену, понимаете? То есть молиться и прощать, смотреть, как это все происходит, это безумие. То есть нужно просто наказать человека прямо сейчас, понимаете, да? Иногда это необходимо, и надо это делать со спокойным сердцем, зная, что Богу это нравится, наказывать агрессора. То есть этот путь существует, вы должны о нем знать. Еще раз повторяю, в современном обществе очень много мягкотелости. Я очень много встречаю женщин, которые живут рядом с мужчиной, которые в наглую изменяют, в наглую издеваются над ней, она просто живет и терпит. Я говорю, я молюсь, прощаю его. Здесь нужна не молитва прощения, жить отдельно, ставить условия. Иначе человеку не поможет. Ему нужно отрезветь, он должен увидеть силу в противодействии того, что он делает, понимаете? Нужна иногда сила, чтобы человек отрезвел. Я говорю об этом. И камень сердца уйдет из вашего сердца. Потому что, когда вы силу не применяете, в данном случае, вот от этого и камень. Господу не нравится такое поведение. Я об этом говорю сейчас. Но, еще раз повторяю, близкий человек, муж, это не агрессор. Это ваш близкий человек, он просто заблудился. Агрессор, это человек, который вот хочет отнять ваше имущество, хочет посадить вас в тюрьму ни за что. Молиться, садиться в тюрьму, не всегда правильный вариант. Потому что есть дети, есть люди, которые от тебя зависят. Зачем, как бы, эти эксперименты проводить? Просто взять и, как бы, агрессору дать отпор своей внутренней силой, и все. И жить дальше, нормальной, спокойной жизнью. Здесь нет эгоизма. Потому что эгоизм означает на злобу ответить злобой. А здесь совсем другой ответ. Ты на злобу возвращаешь его просто его собственное. Ты вообще туда своего ничего не добавляешь. Ты просто принял аскезой, вот этот вот удар этой силы. А потом говоришь, пускай он то, что сам делает, получит назад. Все. Никакой злобы. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Потому что если ты молишься, ты уже проявляешь доброту, ты уже хочешь, чтобы он успокоился, но он не успокаивается. То есть ты, когда молитва идет, ты уже проявляешь доброту, ты уже хочешь, чтобы он успокоился, но он продолжает разрушать твою жизнь. И в этот момент, если вот такой человек, у него есть полномочия разрушать, аскезы свои возьми и скажи, пускай он получит то, что он делает, назад. И он получит то, что он делает, назад. Это 100%. Все. Если у тебя нет другого выхода, понимаете? Вот допустим, враг нападает, можно молиться за него. Если нет другого выхода, он идет, он хочет поубивать всех. Значит, выход какой? Наказание. Двигаемся дальше. У нас просто есть много других вариантов, понимаете? Когда у человека в сердце возникает камень, который надо вытаскивать. Следующий вариант, это обычный вариант. Когда мы жили вместе, вот смотрите, вот человек, он же душа, правда? А душа это что такое? Частица Бога. И это значит, что человек, он имеет эти божественные качества, которые бесконечно красивы, понимаете? И вот когда ты, допустим, честно, по-доброму относишься к человеку, служишь и заботишься о нем, наступает такой момент, когда ты эту красоту внутреннюю начинаешь видеть. Вы понимаете, кроме красоты ведь что-то есть другое. Вот, допустим, одна женщина ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю, а что заплаканная тогда, если святой? Она говорит, ну, потому что я-то не святая, я грешница, и поэтому он нашелся святую, сейчас живет с ней. И мне говорит, ты грешница, как бы, поэтому я тебя бросил. Сразу у меня возник к ней вопрос, а святые кого-то вообще бросают? И на этот вопрос она мне не смогла ответить. Понимаете, вот об этом я и говорю, что мы, когда чистоту видим в человеке, что-то чистое, светлое, в каждом человеке это есть. Не забывайте, что он не Бог. Понимаете, у человека также есть еще и другое что-то. И если ты только одно увидел, а второе нет, то тогда возникает вот это несоответствие. Видите, это называется любовь веры. Что это за любовь такая? Это когда ты настолько сильно к душе приблизил чистоту человека, что она стала ближе, чем чистота Бога. Ну, то есть, как говорят, не создай себе кумира. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что в человеке есть божественные качества? Есть. И мы, когда живем друг с другом, если мы правильно относимся к человеку, верно с ним живем, чисто, честно, то что происходит дальше? Мы постепенно его сердце свое очень глубоко пускаем. И возникает вот такое вот чистое чувство к человеку, и ты начинаешь верить, что вот этот человек тебе и подарит то, что душа ждет вечно. Она ждет это от Бога, понимаете? И в этот момент, когда вот душа такой выбор сделала, она начала вот так настраиваться на человека. И еще раз повторяю, есть чистые светлые качества у человека? Есть. Но при этом надо очень четко понимать, что человек — это человек. Он все равно будет волю твоей судьбы осуществлять. Ну, то есть, человек чем занимается? Он осуществляет волю нашей судьбы. Если мне по судьбе положено потерять человека, он уходит от меня, или вообще может из жизни уйти даже. И дальше что? Я, у меня все пропало, то есть, видите, в песне все описано. То есть, ничего не осталось. Солнце смотрю, не любя. То есть, ничего, все опустело, ничего нет. Понимаете? Это значит, что у тебя что-то с верой, какие-то проблемы с верой, потому что ты поверил в человека. Это факт, что есть во что верить, потому что человек наделен божественными качествами. Вот почему люди любят друг друга? Потому что это существует. У человека есть чистота, есть красота, есть глубина, есть благородство. Но и теперь дальше вы, допустим, скажете, мне сейчас, Олег Геннадьевич, мне ваша логика не нужна. Мне нужно конкретное решение. Я пришла, у меня камень в сердце. И камень именно от того, что я осталась без человека, которого я видела эту чистоту, эту красоту. И это длится уже несколько лет. Я не могу жить без этого. Поднимите руку, у кого такая ситуация. И вот всем я хочу вам дать ответ. Ответ такой. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы полюбить Бога. Понимаете? И через человека Бога любить тоже нормально. Мы живем друг с другом для того, чтобы божественно изучать. Но, понимаете, у человека в жизни сильно не хватает примера святости. Вот это то, о чем женщина сейчас говорила. Она говорила об этом примере. О том, что есть люди, которые способны думать о Боге постоянно. И они как солнце, понимаете? То есть они излучают такую силу, что даже грешник превращается в святого. Это не то, что мы должны как бы сейчас подражать этим людям, пытаться так же жить, как они. Но надо просто понять, что эти люди должны стать нам, для нас определенным примером. Они должны стать для нас целью. Понимаете? То есть вот когда человек выбирает правильную цель, тогда он приближается к Богу. И вот именно этот выбор правильной цели и облегчает сердце. Вот, допустим, почему в сердце остался след? Почему я вспоминаю человека? Часто люди думают, мне нужен какой-то другой человек, который бы заменил этого. И тогда у меня все пройдет. Невозможно. Невозможно. Почему? Потому что... Частоту, которую вы видели в человеке, которая именно оставила... Вот почему рубец-то остался грязь, рубец не оставляет. Я говорю сейчас о вере. Эта чистота останется с тем человеком, который вы видели рядом с собой. Она никем заменима быть не может. У другого человека будет другая чистота. Он другой. Все люди это как вот такие, как калейдосток, коп вокруг солнца. Понимаете? То есть они все разные. Вы не сможете такого же человека, как этот, найти. То есть... А этот вот уже вот такой, как этот, уже такого не будет. Понимаете? Поэтому единственный выход — это поменять мышление. Понимаете? Надо понять, что нужно всем своим сердцем устремлиться к святости. Мы, может быть, сразу не поймем, кто такой Бог. Очень трудно его понять. Но есть святые люди, которые его знают. И надо к ним всем сердцем устремиться. Понимаете? И вот эта устремленность к святости, она... Оно очень сильно облегчает сердце. Вот эта вот боль разлуки. Вот с чистым человеком... Я говорю сейчас об этом. Боль разлуки с чистым человеком, она проходит. Потому что если ты разлучен просто с тем человеком, который тебя наслаждал, то это вообще очень легко решается. Придет время, будет наслаждать тот другой. И ты забудешь вот этого. Как этот Антонов поет. Новая встреча лучшая, средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Вот, понимаете? Я не говорю ни об этом сейчас. Это очень слабая, как бы, рана. И нашел другую, рана успокоилась, то забыла. Я говорю сейчас о чистоте, понимаете? Вот, допустим, представьте, как бы из жизни просто ушел человек очень чистый, светлый, который вас всегда радовал, понимаете? Вот и об этом я говорю. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что чувство правильное. Часто люди хотят забыться, они хотят отвлечься от этого чувства. Не надо забываться, не надо отвлекаться, чувство правильное. Просто облегчение сердца означает понимание, что произошло. Я вам приведу свой пример. У меня есть несколько наставников, которых я очень люблю. Один из них жил в святом месте, постоянно совершал молитву, и потом ушел из жизни в поклонниче перед алтарем. Я узнал об этом через час после его ухода. Я настроился сразу на него и начал молитву, и увидел, как его психическое тело, оно растворилось, вот такое благодать превращилось, понимаете? То есть, человек ушел в духовную реальность. И у меня нет чувства разлуки до сих пор, понимаете? Ощущение разлуки означает, что я что-то от человека хочу. Ну, что такое чувство разлуки? Чувство разлуки, это значит, что мне надо, чтобы он был рядом, правда? Чтобы я наслаждался им. Но если я хочу служить просто этому человеку, жить для того, чтобы он был доволен мной, понимаете? Хочу служить ему, хочу отдать ему свою жизнь. Так? Чувство разлуки есть? Нет? Нет. Итак, я не чувствую разлуки с этим человеком. Я чувствую чистоту его, благодать в моем сердце и вечность, с которой он соединен. И если я хочу ему служить, я подключаюсь к этой вечности, и он рядом со мной всегда. Понимаете? То есть это означает, что даже к тому человеку, который ушел, допустим, от вас, вы можете поменять свое чувство. И камень в сердце означает, что в вашем чувстве к нему есть все-таки какая-то оскомбинка неправильная, которая мешает вам жить. То есть вы хотите, чтобы этот человек вам дарил что-то, да? Поэтому и вы так настраивались. Но если вы готовы ему что-то дарить и просто жить для него, тогда разлуки нет. Он становится рядом, этот человек с вами, и вы можете всю жизнь рядом с ним прожить. Теперь вы скажете, у меня возникает другой вопрос, допустим. От меня ушел, у меня ушел из жизни вот такой чистый, светлый человек. Я хочу для него прожить свою жизнь, но я хочу замуж, потому что я не хочу жить одна. Это нормальный вопрос, и ответ тоже очень простой. Понимаете, если вы формируете вот это правильное, чистое чувство, которое только... Понимаете, сам человек такого бескорыстия не имеет. Еще раз поэтому повторяю, нужен в сердце очень глубокие отношения со святостью. Нужно настраиваться реально на святых людей. Сергий Радонич, Серафим Саровский и так далее. Какая бы у вас вера ни была, в каждой вере есть такие люди. Настраивайтесь на них, потому что их понимание и вещей, оно бескорыстно. А наше имеет вот эту тень, которая и делает камень в сердце. Понимаете, и для того, чтобы это камня не было, нужно, когда ты на кого-то настраиваешься, то ты начинаешь жить так же, как он. Сознание перенимается. Я поэтому говорю, лично вам нужен пример для подражания. Нужно подружку какую-то найти, которая бы вам сознание поменяла. И тогда вам станет легче сразу. Увидите, как по-другому надо к мужчинам настраиваться, чтобы они вам такую жесть в жизни не дарили. Камень убрать. Этот камень называется предательство. И он убирается тем, что вы находите тех, кто не предает. И поэтому я вам говорю, начните с женщин. Потому что вы хотите мужчину на мужчину заменить. Это сейчас невозможно. Потому что, когда человек с камнем находится, он никому не нужен. Вам нужно стать самодостаточной. Найдите себе подружку, которая вам верно будет с вами себя вести. И вам станет уже легче. Понимаете, а камень этот ваш означает, что вы унижались просто. Долгое время унижались перед человеком. Вот и весь камень. И поэтому Высоцкого мы включали. Чтобы вы поняли, что унижаться не надо. Иначе камешек будет жить там внутри. И вернуть ему назад не надо. Он же вас не убивал, не насиловал. Он просто невежественный человек. Зачем такой применять метод к нему? Здесь надо применять прощение. Вот то, что женщина сказала. Понимаете, прощайте этого человека. Он неграмотный. Он не понимает, как правильно жить. Вы сейчас, камень-то у вас, сердце от чего? От того, что вы ждали от того, от кого не дождешься. Это не его проблема, а ваша, понимаете. Вы просто не знаете, как правильно. Вам нужен пример правильный для подражания. Чтобы вы поняли, как настраиваться и на кого правильно. Чтобы было все хорошо в вашей жизни. Просто оставьте этого человека в покое. Ваш камень в сердце означает, что вы привязаны к тому, что вам дать ничего не может. Не оставит вас в покое. Ну, как он не оставит? Берете сим-карту, пишете смс-ку. К обеду не ждит твой песик. И вы выбрасываете ее в мусор. Все. Моя хорошая, ну, независимый вы от человека. Вы от Бога зависимы. Он, видите, не оставляет вас в покое, потому что вы должны его повоспитывать чуть-чуть. Вот об этом как раз была речь. Ну, повоспитывайте. Скажите ему, вот так себя веди, я выйду за тебя замуж. Вот, да будешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Скажите, перестань гулять, вести себя как кобелина. Перестань с женщиной вести себя недостойно. Если хочешь взять меня замуж, возьми. Если не хочешь, до свидания. У меня много других кандидатов. Как только он про кандидатов услышит, сразу закончит свои притязания. Двигаемся дальше. Итак, мы говорим с вами сейчас о чистом, светлом чувстве к человеку, настоящему человеку, который по какой-то причине остался, ну, ты остался без этого человека. Это реальный камень в сердце, понимаете, реальное. С этим очень трудно что-то сделать. И я вам объясняю, что с этим делать. Нужно настроиться на святого человека, начать ему служить в сердце, молиться. И в тот момент, когда вы почувствуете его чистоту, эту бескорыстие, с этим бескорыстием чистое отнеситесь к этому человеку, которого вы чувствуете, что у вас невозможно как бы забыть. И вы поймете, что между вами нет никаких расстояний. Понимаете, связь между людьми, чистая, светлая память остается навсегда. Человек, который жил с вами когда-то, остается с вами. Никуда он не делся. Понимаете, даже развод в паспорте ничего не меняет. Люди, когда жили вместе, они остаются вместе. Только нужно единственное, жить же дальше, правда? Нужен другой человек, другая жизнь дальше. Так оставьте чистую, светлую память об этом человеке. Ваше благословение его. Иди и живи дальше, будь счастлив. Пусть у тебя все будет хорошо. Молитесь за этого человека, желайте ему счастья. И вы увидите, как у вас восстановится, возродится, укрепится в сердце по отношению к этому человеку. Контакт, чистая, светлая, добрая память, которая и даст возможность вам дальше строить свою личную жизнь. Почему? Потому что именно этого вам и не хватало. Просто понимание, что люди не разлучаются друг с другом. Просто мы-то хотим себе, а себе уже не положено вот это все. И есть возможность иметь отношения. Я еще раз повторяю, я чувствую такие отношения с своим наставником. Я даже боюсь думать о том, что я хочу, чтобы он был рядом. Потому что это страшная мысль. Она разрушит мою жизнь. Понимаете, я просто служу ему, думаю о нем, испытываю счастье и чистоту. Бог сказал, теперь ты будешь разлучен с этим человеком, и я подчиняюсь Богу. Понимаете, я просто служу ему, заботюсь о нем. Чувствую связь, она осталась. Никто не лишает нас этой связи. Допустим, у мамы был ребенок. Кстати, насчет ребенков. Всем мамам говорю, что если дети уходят из жизни в раннем возрасте, это мой опыт. Они все идут в рай. Все до одного. Потому что человек рождается на земле на такой короткий срок только для этого. Понимаете? Он отрабатывает свою карму и пойдет в рай. Теперь вы скажете, за что я-то наказана? А может быть, это и не наказание. Потому что если близкий тебе человек ушел в рай, то он тебя тянет за собой. Понимаете? Может быть, это и есть твой ангел-хранитель. Ты просто к нему по-другому настройся. Начни просто желать ему счастья, потому что ты его тянешь себе. Ты говоришь, я хочу тебя себе здесь. Но этого не надо делать. У него уже другая жизнь. Одна женщина подошла ко мне и говорит, у меня ушел из жизни светлый ребенок. Вот именно такие дети уходят из жизни. Светлые, чистые, ничего плохого вообще не делают. Был как цветочек такой. Раз, и ушел из жизни. Почему? А потому что ему здесь нечего делать. Есть места и получше, где можно жить. Он ушел туда, наверх, понимаете? И она говорит, как он себя чувствует? Я говорю, он счастлив, он улыбается вам. И она плакать начала. Почему? Потому что она хочет с ним строить не те отношения, которые ей положены сейчас по судьбе. Надо просто желать ему счастья. Настроиться на святого человека, который даст это чувство бескорыстия, облегчит сердце. Настроиться на этого святого человека, молиться ему, чтобы он дал это чувство бескорыстия, о котором сегодня говорилось. И вот это чувство направит на ребенка потом. И вы увидите, что никуда он не делся, он с вами связан, он дарит вам свое счастье и тепло. Просто вы не хотите это воспринимать, потому что вы уперлись в одну тему. Хочу рядом и все. Вот это и есть эгоизм. Есть другие способы строить отношения, понимаете? С близкими людьми. И эти отношения становятся вечными. Мне всегда в сердце входит один пример. Это было то ли в Екатеринбурге, то ли в Челябинске, где-то вот в этих краях. Где-то лет 10 назад. Один мужчина ко мне подошел и говорит, вот вы все говорите в лекциях, у меня так и все происходило. То есть я счастливо жил со своей женой, у меня было двое детей. Они всегда молились, у нас мы не ругались. Я видел в них чистых, светлых людей. Сначала один ребенок ушел из жизни, потом второй, потом жена. Я остался один, постоянно о них вспоминаю. Я знаю уже правильный ответ. Скажите мне, почему это произошло? Я хочу подтверждения. Я настроился в ответственный момент. И сказал ему, что я вижу, что они вас ждут там. И вы, когда уйдете из жизни, вы окажетесь с ними. И поэтому вам не надо печалиться. И он посмотрел на меня. В этот момент я увидел в его глазах силу, твердость духа. Его лицо просветлело. И он сказал, я так и знал. Что это значит? Это значит, что этот человек сдал свой экзамен бескорыстия. Это значит, что он не одинок. Потому что одиночество означает желание себе. Но если ты служишь своим сердцем тем, кто теперь уже не может рядом с тобой находиться. Разве это одиночество? Он просветлел и почувствовал счастье. И точно так же можно поступить по отношению к любому человеку, который покинул вас. Допустим, он ушел из жизни. Или еще что-то произошло. У вас есть чистое, светлое чувство? Найдите потери. А потеря означает невежественное представление о жизни. Все, все, вот и все. А я об этом говорил. Камешека нет, все. Все, он в рай пошел, все нормально. Вы чувствуете? Не надо просто слушать тех, кто говорит, а что ты не плачешь? А что ты не боишься? Убивайся у тебя, ребят. Ну, правильно. Ладно, расскажу вам один случай. Я стал свидетелем уникальных, просто уникальных отношений. Это было потрясающе просто. Я никогда не забуду то, что я видел. Это было для меня хорошим примером. Я когда в Риге читал лекцию, это было лет 15, наверное, назад, один мужчина с женой, у него два высших образования, он там зав какой-то кафедры, там и так далее, очень образованный человек. Они пришли ко мне поговорить о необходимости принятия наставника. И он очень ученый такой, серьезный человек, и у него были сомнения. Он говорил, а если он не идеальный человек, как я и буду служить, ну и так далее. Много вопросов обсуждали. И в тот момент, когда он уже понял, что надо принимать наставника, у него вдруг неожиданно резко повысилось давление, и произошел инсульт. Причем инсульт настолько сильный, что он постепенно потом уже в реанимации ушел из жизни. Я видел глаза его жены. Они прожили, потом я узнал, они прожили всю жизнь вместе с 17 лет. Никогда не было никаких ссор, раздоров там и так далее. Она смотрела на него, когда он уходил, он уходил прямо на ее руках. Она смотрела на него светлыми, чистыми глазами. И когда я встретился с ней на следующий день, она мне сказала, я не разлучилась с этим человеком. Я чувствую, что я буду дальше с ним вместе. У меня чистое, светлое чувство, Олег Геннадьевич. Все спрашивают, почему ты не плачешь? Потому что она за эту жизнь смогла настроиться на этого человека правильно. Она сдала свои экзамены. Чистая, светлая память. Нет ощущения разлуки, потому что разлуки не бывают для чистых людей. Разлука означает, что я что-то хочу от кого-то. Но если я хочу просто служить, я хочу дарить любовь человеку, нет разлуки, он рядом, ты рядом. И потом в следующей жизни опять будете рядом. Потому что это и есть испытание на верность. Понимаете, я говорю об этом. И камень в сердце означает неправильное мышление в этой ситуации. «Научитесь чистой любви». Человек не может, не может сам ее править из себя. Это можно получить только от Бога. И только через тех, кто от Него уже научился. Поэтому в этом мире и существуют святые люди. Для того, чтобы мы научились за ними идти. Понимаете, только святость сможет дать человеку такое колоссальное облегчение в жизни. Понимаете? Ну то есть просто начните молиться, глядя на святого человека, кланясь ему. Просите, чтобы Бог вам дал такое же чувство чистоты, как у него в сердце. И тогда вы увидите, что произойдет. Вы почувствуете, как вам надо настраиваться на этого человека, чтобы он был с вами. И то, что он будет с вами, это вам не мешает выйти замуж. Потому что чистая светлая память является как раз критерием того, что ты уже можешь идти дальше. Одна женщина ко мне обратилась с таким вопросом. Олег Геннадьевич, у меня такая проблема. У меня ушел из жизни близкий человек. У нас были очень чистые и светлые отношения. Но я хочу замуж. И я ей начал объяснять все это. Понимаете? И когда она это все поняла, она начала настраиваться на святого человека, она начала молиться. И она достигла чистой светлой памяти по отношению к этому человеку. И понимаете, эта чистая светлая память не мешает выйти замуж. Когда ты чисто светло к кому-то относишься, никто к этому ревновать не будет. Вот в чем интересно заключается. И она просто начала жить счастливой своей жизнью. Но никто не отменял чистую светлую память о ком-то. Никто ее не может отменить. Потому что это то, что должно быть между нами всегда в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok